всем привет с вами вязание сайта визок точка у меня зовут анна утешева и сегодня мы с вами будем вязать простую шапочку бини для куколок паула рейна поняв принцип вы сможете связать аналогичную шапочку любого размера для вязания нам понадобится пряжа у меня это мерсеризованный хлопок виток cotton как он и крючок 075 миллиметров давайте начнем вязать для начала набираем цепочку воздушных петель делаем начальную петлю и начинаем набирать цепочку 1 2 3 4 5 6 набираем 30 петелек таким образом получится такая косичка делаем еще одну воздушную петлю для подъема и следующий ряд вяжем начиная со второй петли от крючка вот эта петля на крючке не считается начинаем отсчет со следующей петли вводим крючок во вторую петлю захватываем нить и провязываем столбик вводим крючок следующую петлю захватываем нить вытягиваем через петлю снова захватываем нить протягиваем через две петли и таким же образом вяжем до конца ряда в конце ряда у нас будет 30 столбиков без накида первый ряд провязали в конце ряда делаем воздушную петлю подъема так надо делать в конце каждого ряда вязание поворачиваем следующий ряд мы вяжем по одному столбику без накида в каждую петельку но крючок вводим за заднюю полупетлю за ту стеночку петли что дальше от вас те же самые столбики без накида только крючок вводим за заднюю полупетлю далее каждый ряд мы будем вязать и вводить крючок за заднюю стеночку петли поэтому сразу привыкать и 4 5 ну и так далее до конца ряда нужно довязать также 30 столбиков вот так получится в конце ряда делаем воздушную петельку подъема и вязание поворачиваем следующий ряд вязание начинаем также с первого столбика предыдущего ряда вяжем по одному столбику без накида первые 25 петель 345 петелек провязана в 26 мы вяжем соединительный столбик делаем воздушную петельку вязание поворачиваем то есть вот этот хвостик мы не довязываем сейчас он нам будет нужен для другого дальше вводим крючок во вторую петлю от него то есть в этот соединительный столбик и провязываем этот ряд 26 столбиков без накида то есть по одному столбику без накида в каждый столбик предыдущего ряда давайте до вяжем ряд и продолжим вязание так вот получится дальше делаем воздушную петлю поворачиваем вязание и далее вяжем так каждый лицевой ряд лицевой это вот этот ряд мы вяжем по одному столбику в столбик предыдущего ряда и захватываем соединительным столбиком один из крайнюю получается свободную петлю ряда номер 2 который мы провязывали дальше мы делаем воздушную петлю вязание поворачиваем провязываем изнаночные ряды по одному столбику без накида в каждый столбик предыдущего ряда включая соединительный столбик таким образом у нас в каждом ряду получится что выполняется прибавка в одну петлю давайте самостоятельно до вяжем до тех пор пока у нас все петельки здесь не закончится и продолжим дальше вот такой клинышек у меня получился последнюю прибавку когда до 30 столбиков соединительным я делала соединяла я сделала в конце этого ряда воздушную петлю вязание повернула и провязала еще один изнаночный ряд теперь мы делаем снова воздушную петлю и повторяем наши ряды которые мы вязали то есть 25 столбиков без накида соединительный поворот 26 столбиков без накида воздушная петля поворот 26 столбиков без накида соединительная и так далее так далее так далее пока мы опять не провяжем до 30 столбиков без накида и таким образом нужно провязать нам 4 клина то есть один у нас есть еще три нам нужно провязать давайте по этому же принципу провяжем все остальные клинышки и потом посмотрим что получилось и будем уже сшивать нашу шапочку вот такая деталька в итоге получится у нас 4 клинышка теперь нужно провязать еще один ряд столбиками без накида то есть 30 столбиков это у нас будет изнаночная сторона и потом не обрезая нити соединить соединительными столбиками все петли начало и конца вывернуть на лицо и все шапочка будет готова можно будет примерять куколки шапчонка у меня получилось макушку я стянула если вы вернуть на изнанку хочу показать свой шовчик я сшивала соединительными столбиками вводя крючок за заднюю стенку петли последнего ряда и за оставшуюся полупетлю первого ряда если мы вывернем на лицо видите шов незаметен и непонятно где вообще тут сшито моделька мне этим очень не нравится как раз таки еще не нужно мучиться провязывая разные виды петель и можно даже самому неопытному мастеру освоить такую модельку и связать ставьте пальцы вверх если было полезно сохраняйте в свои рукодельные копилочки подписывайтесь на канал до новых встреч пока пока